Проект выходит при поддержке группы компаний «Новый дом». С Верой в спорт. Добрый день, это программа «Свера в спорт» у микрофона Вера Власова. В минувшую субботу состояли соревнования на первенстве города Кирова по Кюкусинкай-Кумите. А еще раньше в начале месяца наши спортсмены приняли участие в первенстве чемпионате Европы в Ереване. В итоге сборная команда Кировской области завоевала три золотых, три серебряных и три бронзовые медали. Поэтому сегодня у нас в гостях как раз представители движения Кюкусинкай и Кумите. Я думаю, что они впоследствии объяснят нам, что это такое и что все эти слова незнакомые значат. Это Алена Новикова, тренер по карате Кировской школы Олимпийского резерва. И Екатерина Логинова, призер первенства Европы 2018. Серебряный призер, о чем я выше упоминала. И Семен Домнин, молодое дарование, обещающее, что вот уже скоро получит 10-й дан и черный пояс. Да, Семен? Да? Да. Наверное, говорит Семен. Ничего, сейчас еще разговариваемся. Здравствуйте, девушки. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуй, Семен. Здравствуйте. Итак, давайте вначале поговорим о минувшем первенстве в чемпионате Европы, который приходил в Ереване. Алена и Екатерина там были. Расскажите, пожалуйста, что это были за соревнования, насколько они важны для России и для Кировской области. Алена. Недавно съездили на соревнования в Ереван. Это Армения. Достаточно серьезное соревнование. Мы к ним очень долго готовились. Для того, чтобы попасть на эти соревнования, нужно было выступить достаточно хорошо на первенстве и чемпионате России. Туда могли попасть только первые и вторые места. То есть, получается, чемпионы, призеры. То есть, ребята из Кировской области были первые и вторые места. Да. На соревнованиях принимали 28 стран. Принимали участие 28 стран. Было всего 680 спортсменов. И из России как раз приехали 240 участников. Большая делегация была у нас. Да. Мы, наверное, заняли весь Ереван. Были кругом одни спортсмены. Ходили все в свои экипировки. Но в России было видно. Сразу издалека. Это очень сближает всех спортсменов. Екатерина, ваши ощущения от соревнований? Какой там дух царит? Наверняка. Это были ваши первые вообще вот такие международные соревнования? Нет, это были не первые. Мы ездили в Болгарию на чемпионат мира. Но Ереван мне очень понравился. Была очень хорошая погода. Мы погуляли. И сам день соревнований очень Армения подготовила. Показала какие-то показательные выступления. И было очень много народу. Очень понравилось. Один день, да, соревнования продолжались? Нет, два дня. Два дня. А во второй день были финальные поединки. Расскажите о вашем выступлении. Как вы готовились? Там какая-то программа определенная должна быть, да? Насколько я понимаю. Каждый день были тренировки. Иногда не по одной. Там, в Ереване? Нет, до Еревана еще готовились. Сложно было выступать, если сравнивать с уровнем подготовки и ответственностью, которая на вас была возложена? 204 спортсмена. Вы, получается, заняли какое место на первенстве России? Ну, я заняла четвертое место. Но я попала немножко не в своей категории. Давайте я поясню. Для того, чтобы Кате поехать на эти соревнования, нужно было попасть в другую категорию. До 45 килограмм. У нас на первенстве России такой категории не было. Здесь была такая категория, и мы попали туда из-за этого. Но чтобы выступать в этой категории, нужно было достаточно сильно похудеть. И мне кажется, что для Кати вот это было очень сложно. Она чуть ли не 8 килограмм сбросила за месяц. Вот она, мотивация. Да. То есть такое было желание. Она практически ни пила, ни ела. Я не представляю, как она занималась. Но было желание туда поехать, на эти соревнования. Екатерина, это стоило того, вот такие жертвы? Я считаю, что да. Мне помогал тренер сам. Мне выпустили диету всю, тренировки. Поддержка вот эта. И мне кажется, это вот его стоило. То есть диета должна быть какая-то невероятно щадящая. Кате 15 лет. И в 15 лет вот такие достижения и такие результаты показывать. Это, мне кажется, очень здорово. А Катя призналась, что у нее сейчас коричневый пояс. Да? Кать, что это значит? Коричневый пояс – это второй Q. Это считается, и осталось два пояса, это черного. Да, вот нам Семен хотел рассказать, какие вообще пояса бывают. Сколько их, Семен, ты говорил, 10? 20. 20 поясов. Ага, расскажи, пожалуйста, как их можно получить? Ну, первый пояс, там надо сдать на 10-й Q. А чтобы сдать 10-й Q, надо очень много тренироваться. И уже потом, когда у тебя будет много сил, то надо уже переходить на сам 10-й Q и его учить постепенно. Первый пояс – это белый. Да. У тебя он скоро уже будет. Да, молодое наше дарование. Вернемся к тому, что, собственно, такое Q. Косинкай. Поясните, пожалуйста, Ален, что это такое, что это за единоборство, какова философия, в чем отличие от других единоборств? Q. Косинкай – это вид спорта у нас. Есть несколько направлений. Это выступление в ката и в кумите. Наступление в ката – это определенное движение с вымышленным противником. То есть упражнения идут друг за другом. Спортсмен представляет, что он борется, побеждает. И заканчивает ката, ему выставляют оценки. А кумите – это сам поединок. Ката – это стандартная программа или она имеет возможность какие-то вариации включать какие-то новые упражнения или это именно как-то стандартно? Да, это стандартная программа. У каждого возраста идет своя программа. Но все-таки есть возможность придумывать свои ката, когда спортсмен решает создавать на черный пояс третий данный. Вот тогда они придумываются. Это же такой элемент творчества сюда вносится. Да. Но каждое движение должно быть обоснованно, и оно должно иметь свой смысл. Что подразумевается по словам смысл? Ну, упражнение не делается впусту, оно делается для защиты или для атаки. Катя, вы делаете ката? Ну, я занимаюсь ката, если мне надо сдать на пояс, а в большей степени я занимаюсь кумите. То есть ката имеет смысл говорить о ката, если речь идет о сдаче на пояс? Нет, есть такие соревнования по ката. В ближайшее время у нас будет проводиться первенство и чемпионат России по ката в Москве. Это когда будет? Это будет 18 мая. И наша команда поедет? Да, наша команда поедет. У нас очень сильная школа, которая представляет Кировскую область. Надеемся на первое место. Конечно, надеемся. Как же иначе? Семен, а ты уже ката делаешь? Ката. Понимаешь? Ката? Нет еще? Ну, то есть у тебя сейчас все впереди, как раз будешь, наверное, готовиться к сдаче на первый пояс. И там уже нужно, да, Алену, ката выполнять? Да, там самая первая ката, первая такиока делается. Такиока, теперь поясните, что это такое? Такиока, да, это самая первая начальная ката, которую ребята выполняют с младшего возраста, для того, чтобы сдать на белый пояс. Так, с кюкусинка и ката понятно. Кумите, что такое? Поясните, пожалуйста, Катя, поясните вы. Кумите – это сам поединок, когда ты спаррингуешься с спортсменами. То есть там уже два спортсмена представлено? Да. Это контактный бой уже. Я занимаюсь больше этим. То есть это больше нравится, это больше привлекает, да, какой-то реальный противник, реальное противостояние. Да. В чём сложности, Катя, на ваш взгляд, ката от кумите? У меня как-то начало получаться в кумите, может, с этого, да, не пошло ката. То есть кумите есть? Если заниматься и нарабатывать, то тогда будет получаться и там, и там. Ну, я больше в кумите. То есть кюкусинка и даёт возможность выбора. Либо идти по направлению ката, либо идти по направлению кумите, либо сочетать в своей деятельности и то, и другое. Правильно? Да, есть такие спортсмены-универсалы, которые выступают и в ката, и в кумите. Ну, возможно, наверное, сравнить со спринтерской и стайерской гонкой, да, либо на короткой дистанции, либо на длинной. То есть каждый здесь выбирает для себя, но можно быть и универсалом в том числе, да, то есть и хорошо показывать себя и в той, и в иной, и в другой дисциплине. Наверняка и ката, и кумите развивают какие-то определённые навыки, способности. Есть такая черта? То есть мы можем какие-то такие навыки выделить? Для того, чтобы выступать в кумите, спортсмен должен иметь очень жёсткий характер. Он должен преодолевать себя, идти через боль, через «я больше не могу» и идти дальше и выигрывать. С силовою, конечно. Да, с силовою. Ката, оно идёт последовательное движение и повторение одного и того же. То есть такая немного рутинная… Дисциплинирует. Да, рутинная работа. Здесь тоже должен быть характер, такая усидчивость, работа постоянно над собой, достаточно тоже сложно. Семён, а вот скажи, пожалуйста, что ты предпочтёшь? Работа над дисциплиной, то есть рутинная отработка движений, ударов, блоков или вот как раз то, о чём говорит Екатерина, то есть работа в таком спарринге против реального партнёра, чтобы вырабатывать силу воли, волю к победе. Что ты выберешь? То есть ты будешь отрабатывать удары или ты будешь бороться с реальным соперником? Наверное, надо сперва отработать удары, а потом уже бороться с реальным соперником, потому что если ты будешь сразу бороться, то, можно сказать, у тебя будет меньше имущества и… То есть техника будет страдать, да, в этом случае, и сама техника боя. Очень интересная мысль, и я полностью согласна с Семеном, да, что на самом деле нужно сначала отработать, да, а потом уже это всё применять на практике. То есть техническую часть, техническую сторону вопроса. Давайте вернёмся к философии Кёкусинкай. Наверняка там есть какие-то истории, да, которые говорят о создании Кёкусинкай и кем создавалось, когда он создавался. Вот расскажите, пожалуйста, Алина, об этом. Ну, карате развивалось не очень, конечно, долгое время. У нас, получается, в 90-е годы только к нам пришло в Россию. Основатель карате Масутацу Аяма. Сейчас у нас президентом России является Танюшкин Александр Иванович. И в мире есть обладатель самого высокого пояса, чёрный пояс Десятый Дан, Стив Арнейл. Он сейчас проживает в Великобритании. Если я правильно понимаю, карате, в частности, Кусинкай, было сделано как раз для того, чтобы в какой-то спортивной рамке эту культуру ввести. Правильно? Карате вообще имеет свой этикет. Мы, в первую очередь, учим спортсменов уважать друг друга, уважать тренера, иметь уважение к залу. То есть это не просто какие-то уличные драки, где мы там взяли ударили спортсмена и всё на этом. Нет. После поединка обязательно спортсмены друг друга благодарят, они говорят друг другу ось, пожимают руку и после этого уходят. То есть у нас в первую очередь ставится уважение. Семен, вы так уже делаете, да? Говорите ось друг другу. Да. Да, и благодарите. То есть такая культура у вас уже философская. Я помню, когда занималась карате, это было очень-очень давно, у нас как раз было то, что вы называете этикет. Такую перечень правил, которые мы прям заучили наизусть, что я даже сейчас помню. Совершенство человеческого естества, идти по пути справедливости, защищать справедливость, воспитывать себе дух, который любит упорство, уважать этикет, не допускать проявления агрессивности. У вас сейчас это есть или вот это вот наше? У каждого спортсмена есть спортивный паспорт, и как раз сзади написано клятва спортсмена, с которой он каждый может ознакомиться. И, да, там есть такие слова, что действительно нужно уважать, чтить, так скажем, законы карате. То есть то, что я сейчас этот отрывок привела, на самом деле частичка большого такого текста, клятвы, который спортсмен, по идее, произносит и с ним соглашается. Что такое паспорт спортсмена? Паспорт спортсмена? Я впервые об этом слышу. Ну, это, можно сказать, как гражданский паспорт, ну, чем-то похож, только он дает такой пропуск на соревнования, он подтверждает личность, там написана вся история соревнований, где спортсмен принимал участие, на каких соревнованиях, и допуск врача ставится. То есть какие-то медицинские категории. Очень интересный вопрос, вот мы затронули сейчас по поводу философии. Вот, Катя, вас что привлекло в Кюкусинкай? Философия или техническая сторона вопроса? Или, может быть, красота? Потому что, ну, чуть позже мы еще поговорим про экипировку, с которой сталкивается каждый спортсмен. Что вас привлекло в Кюкусинкай? Почему вы туда пришли? Я начала заниматься для себя просто, для защиты какой-то, но потом какие-то начали появляться результаты, получаться стало, и меня привлекло вот это вот Кумите. Мне очень нравилось выступать на соревнованиях, занимать какие-то места. команда, в которой вместе занимаемся. А первоначально можете вспомнить, откуда вы услышали о Кюкусинкай? У меня младший брат занимается Кюкусинкай, и мама мне предложила, может, тоже пойдешь попробовать. Вот я попробовала. Вот так вот затянула, да? То есть изначально в целях какой-то самообороны, что девчонкам очень важно, в принципе. Семен, а ты расскажи, пожалуйста, как ты решил посвятить себя Кюкусинкай? Тебя родители привели, или ты сам решил? Я уже не помню. Ну, ты нам как-то до эфира рассказывала, что это было твое мужское волевое решение. Правда? Да, я увидел. Я всегда видел, когда к маме приходил на работу, и видел, как каратисты ходят из зала в... В кимоно, такие всегда красивые, серьезные. Я попросила маму, запиши меня на карате. Мама, конечно, не могла устоять, потому что карате дисциплинирует, что, наверное, в учебе хорошо помогает. Да, Семен? Помогает тебе в учебе? Только что еще нет. Пока нет, но я думаю, что посредствовать может, потому что выдержка, что я обязательно должен прочитать этот параграф до конца. Да, взять волю в кулак, и дочитать. Так будет у тебя, да? Да, я все же дойду до... До черного, ты хотела сказать? Да, до черного. А потом уже посмотрю. Посмотришь на что? Что дальше делать, да? Да. Куда себя применить? Ну что, путь у каждого был разный. О тренировках давайте поговорим. В чем заключается подготовка к соревнованиям? Или вообще, когда ребята только приходят, вот как Семен, вот три года уже занимается, да, пришли, получается, с пяти лет занимается Семен, то есть с пяти лет уже можно приводить детей в секции, да, в группы и начинать занятия. С чего, что перво-наперво дается вот таким ребятам, которые вы только пришли, пока еще про Кюкосинка ничего не знают? Семен, да, конечно, расскажи. Первая тренировка их ознакомляют с карате и ведут в мягкий зал с матами. И там, можно сказать, они делают растяжку головой, татующим и ногами. Потом они... Потом, наверное, показывают какие-то простые приемы, удары, наверное, да? Да, удары. Учат всякие удары, а вот уже, когда вот, можно сказать, когда уже второй год начинают ходить, то есть они уже поумнее становятся, то... То уже какие-то связки, наверное, да, показывают? Система ударов, система блокировок. Правильно я говорю, Олена? Да, все верно. Ну, и еще это на тренировках, можно сказать, это где маленькие, как я, поменьше еще, это занимаются, с ними там играют. Чтобы тренировки были в радость, конечно, чтобы они очень сильно вас не нагружали, потому что в школе, я понимаю, что очень много занятий. Чтобы тренировка для вас была приятной и полезной. Правильно? Психологически еще такой момент. Алена, допомните? У нас, когда ребята приходят, новички, в первую очередь мы даем общую физическую подготовку. Для нас стоит главная задача, это сделать из обычного человека, так скажем, атлета, чтобы у него были хорошие мышцы, хорошее телосложение. И после этого нам уже легче будет из него лепить спортсмена. То есть, когда есть корпус, определенный мышечный корсет, в который можно уже какую-то идею вкладывать. Вкладывать, конечно. Без силы не сделать ни один удар, ни в ката, ни в кумите. Как раз о чем Семен говорил, да, это и растяжка, в первую очередь, чтобы мышцы росли. Еще, кстати, я вот хожу третий год, я вот перешел, это занимаюсь уже на 10-й кю. Там, можно сказать, уже посложнее. Я вот когда хожу на тренировки еще другие, с Евгением Федоровым, там вот на тренировке, можно сказать, я веселился. То есть тебе это уже просто, да, кажется? У тебя уже такой уровень физической подготовки, что все, что ребята там делают, для тебя уже очень легко. Да, там, кто, это, маленькие занимаются, вот, там, там, правда, очень легко, очень. Я сперва думал, что там, ох, как сложно, блин, вот, когда я ходил-то первый, второй год, а потом это пошел, это учиться на 10-й кю и все. Я сходил это на, вот, на тренировку, можно сказать, на дополнительную, это к маленьким, все, было легко, очень все. Ну, вот сразу перестройка сознания идет, когда организм понимает, что я уже это могу, я уже этого достиг, и ставишь перед собой новые цели, и их снова достигаешь. Все цели, которые сначала кажутся недостижимыми, нереальными, а вот благодаря тренировкам, благодаря силе воли этого достигаешь. Еще отмечу, не знаю, как сейчас это проводится у нас при подготовке, вот, когда мы занимались каратэ, еще очень важна была закалка. То есть мы бегали босиком по снегу, и это настолько закаляло организм, что, мне кажется, вот сейчас все, кто занимались у нас в одной группе с нами, очень редко болеют, да, к счастью. Сейчас вот система закалки приводится на тренировках. Босиком по снегу мы не бегаем, с детьми бегают у нас взрослые тренера, да, когда уезжают на зимнюю школу, собирается вся Федерация, вся Россия, приезжают и там проводят действительно такие тренировки, возвращаются вот к таким традициям. У нас есть бег, мы начинаем вот где-то уже с этого времени, все равно еще немножко прохладно. На улице. Да, на улице ребята бегают по утрам, начинают бегать. Я тоже думаю, что это в какой-то степени закаливание. Конечно, это обязательно, это и развитие легких, и сердечно-сосудистой системы, согласна абсолютно. И дополнительные, можно сказать, силы. Дополнительные силы, конечно, дополнительные энергии, потому что выбросы эндорфинов, насколько я понимаю, физические нагрузки. Да, Ален, начали мы с ребят, которые только приходят. Мы проговорили, что это растяжка, это общая физическая подготовка. С какого момента ребята начинают уже показывать какие-то основные техники, основные удары? На соревнованиях разрешено по КАТО выступать с 8 лет. То есть к этому возрасту мы ребят уже подводим, чтобы они выступали, показывали результаты. Официальные соревнования по КУМИТЭ разрешены с 12 лет. Так что если ребенок придет в 5 лет, то ему придется терпеть до 12 лет. Копить в себе вот эти знания. Копить в 12 лет просто идеально выполнит КАТО, да? Нет, не КАТО, КУМИТЭ. КУМИТЭ. Да, когда он уже будет с реальным противником. Ничего себе, в 12 лет уже КУМИТЭ. И причем у него будет хорошая экипировка. Он будет защищен. Будут защищены руки, будут защищены голени и будет одетен шлем на голову. Вот, про экипировку давайте теперь расскажем. Ребятки, которые приходят вот в 5 лет, с 5 до 8 лет. В чем они занимаются? Это уже кимоно? Да. Ну, первый год мы разрешаем ребятам заниматься без кимоно. Пусть они определятся, то ли они направление выбрали. Ну, большинство уже через полгода начинают покупать кимоно, потому что в нем удобно заниматься. Оно не сковывая движение, достаточно удобное. Первое время путаются с поясами, но это поправимо. Путаются, не могут повязать? Не могут повязать, они развязываются, но они быстро учатся этому. А вот мы сказали, вот Семен нам рассказал, что первый пояс – это белый, а до белого пояса чем подвязываются тогда? Тоже белыми поясами. Тоже белый пояс, но на нем нету этого… Кубика. Да, кубика нету. Когда сдают ребята на 10-й кю, у них пришивается на кончик пояса кубик. Это символизирует о том, что уже спортсмен имеет 10-й кю, белый пояс. 10-й кю, а потом дальше на уменьшение, 9-й к 8-й кю. А уже после 10-го кю идут другие цвета. А какие там идут дальше цвета? Желтый? Красный, наверное, да, идет? Нет, красного пояса у нас нет, это другая федерация, используют красные пояса. У нас после белого пояса идет синий пояс. Для того, чтобы получить синий пояс, это 8-й кю, нужно сдать на белый пояс с синей полоской. То есть между каждым… Промежуточный результат, да? Да, таким вот сменой пояса есть промежуточный пояс, который символизирует, что вы уже идете дальше. Пришивается полоска. Вот у Катерины коричневый пояс сейчас сложно было добиваться этого результата? Ну, если готовится, хорошо. То есть все как раз поэтапно, да, постепенно. Какой следующий у вас, Катя, этап? Следующий этап – это золотая полоска. На коричневом поясе? Да, и черный. И уже следующий черный. А для золотой полоски когда вы планируете его получать, и как это будет происходить? Вы уже знаете это таинство? Я бы не думала об этом. Ален, как это будет? Это проводится обычный экзамен. Экзамен длится долго. Вот если сдавать на высокие такие пояса, около двух часов проводится экзамен. Это без перерыва. Сумен сейчас очень удивился. Да. Нужно показать технику самого первого белого пояса. Нужно знать все до своего пояса и сделать это без ошибок. Нужно рассказать название. То есть могут спросить название ударов. И нужно ответить, что это за удар. И нужно знать, для чего он применяется. Что будет, если вы примените этот удар. А сколько ударов? Есть руками. Ну, руками больше всех ударов. Ну, руками и ногами примерно одинаковое количество. Я думаю, что их просто очень много. Очень много этих ударов. Руками делается два... Даже не два. Ну, я пока это делаю руками два блока. Потом вот в голову такой удар. Потом посередине уже вот получается. И вниз. Потом вот так вот идет. Одной рукой. Да, одной рукой. Вот сперва вот так вот держим. Потом опять в эту же точку. Потом уже ниже. И еще раз ниже. Семен правильно говорит. Два блока задаются на десятый кью. И с каждым поясом изучаются новые удары и новые блоки. И постепенно накапливается, накапливается эта вот база знаний. И возможность применения всех ударов. Да, и еще, как я понял, это когда все накопятся удары, надо будет их уже показать на черный пояс все, да? Или нет? Ну, с каждым разом, да, вы сдаете на пояса и показываете все удары. Про экзамен я хочу добавить, что не только показываем технику воздух, но спортсмены должны показать эти удары в бою. То есть после этого они встают в спары и у них спарринги проводятся. А также у спортсмена должна быть очень хорошая физическая подготовка. Они делают отжимания, приседания, пресс. И на старшие пояса сдаются прыжки через пояс. Через пояс? Да, пояс натягивается. Это как высоту, да, получается? Просто с места спортсмен прыгает через пояс вверх. Он должен перепрыгнуть пояс двумя ногами. Это уже сдается на коричневые пояса. По применению, вот, Катя, как Вы считаете, где все вот эти полученные знания, навыки можно применить, как это пригодится в жизни? В жизни это для самообороны. А также на соревнованиях можно показать все, на что ты способен. Какие-то качества у Вас появились, которые Вам пригодились в жизни благодаря Комитте? Да, я заметила, что карате вырабатывает целеустремленность, силу воли, храбрость какое-то, терпение. Семен? Я как понял, это когда сдают на черный пояс, самый первый. Там надо показать все удары, которые идут с первого пояса по уже десятый. Так? Ну да, я уже говорила, для того, чтобы сдать на пояса, нужно показать всю технику предыдущих поясов. А потом уже это надо показать... То есть, какие-то все системы, да? Ты имеешь в виду? И на третий дан, для того, чтобы сдать на третий дан, нужно придумать свое като и объяснить смысл вообще этого ката. Что за движения, зачем они делаются и с какой целью. Ну что, программа подходит к концу. Я благодарю всех гостей, которые сегодня у нас были. Это Алена Новикова, тренер по карате Вятской областной школы Олимпийского резерва. Екатерина Логинова, серебряный призер первенства Европы 2018. И молодой дарование Семен Домнин. Еще уточню, напомню предстоящим событием нашим дорогим слушателям, что 2 мая состоит открытие чемпионата любительской футбольной лиги Кировской области. Это большой спортивный праздник. Еще раз 2 мая, 12.30 стадиона «Динамо». Возрастное ограничение 6+. Можно приходить всем почти без исключения. С родителями, конечно же. Будет очень большая спортивная, развлекательная программа. Праздник спорта, праздник футбола. Всех приглашаем. А гостям нашему большое спасибо за очень подробный, интересный рассказ о том, что такое Кусинкай, и Ката, и Кумите. Все мы сегодня успели обсудить. Семен и Екатерина, вам больших успехов в спорте. Да, Ален, вам тоже развития. Хороших учеников. Всем успехов. Спасибо. До свидания. С верой в спорт. Деньги, мода, влечение. Все это проходит. Остается статус. Статус в вашей жизни. То, что вы давно искали. Простор планировок, подземные паркинги, закрытая территория. В самом сердце города. Жилой комплекс «Золотой ключ». Квартиры премиум-класса для тех, кто ищет лучшее. 44-0-1-0-1. Проектная декларация на сайте новыйдом43.рф. Застройщик ООО «Трансхолдинг».